На Тиндере часто можно встретить такие профайлы, в которых говорится, если вы не 180 сантиметров, то я не заинтересована. Без работы – свайп влево. Без диплома – свайп влево. Нет татуировок – свайп влево. Ниже 180 – лучше свайп влево дважды. Но я сам 175, и когда читаю такое, то думаю про себя, черт, эти женщины бессердечны. Вот вам один грубый факт. Многие мужчины были проигнорированы женщинами из-за их невысокого роста. Сегодня в видео, ребята, я буду слегка злым. Я расскажу о том, как мужчины ниже 180 получали отказ от женщин. Итак, первое – женщины предпочитают более высоких мужчин. И на этот счет есть очень-таки интересное исследование. В нем изучали 2000 профилей с целью узнать, насколько высоким должен быть мужчина, чтобы быть привлекательным. Выяснилось, что если мужчина на 5-12 сантиметров выше, чем женщина, то он является для нее более привлекательным. Но если он еще выше, то он будет для нее еще более привлекательным. В любом случае, это относительно роста женщины. Так что если она полтора метра, и у тебя метр 55, то ты для нее уже будешь привлекательным. А если у тебя 165, а у нее 150, то ты будешь для нее супер привлекательным. Есть очень много других факторов, которые влияют на привлекательность. Оказывается, что проблема с ростом – это чаще является препятствием для интернет-свиданий. Потому что, когда люди знакомятся на вечеринках, через других людей или на работе, то они могут закрыть глаза на то, что им кажется непривлекательным. Так что мой совет для низких парней – это уйти от тех систем, которые видят вас просто номер, и стараться знакомиться с живыми людьми при помощи друзей, в клубах или церквях. Пользуйтесь старыми способами. Думаю, что у низких мужчин в этом плане есть преимущества. Согласны или нет, пишите мне в комментариях. Давайте поговорим о налоге на портного. Ну, вы поняли, да? Все, что мы покупаем в магазинах с полок, надо подгонять под свой рост. И что самое плохое, даже если вы подгоняли одежду под себя, то пропорции полностью исчезают. Манжеты, воротник слишком широкие, карманы слишком длинные и не на своих местах. Далее, отрицание большинством людей того, что дискриминация по росту – это что-то реальное. Серьезно, если вас судят из-за невысокого роста, и вы начинаете возражать, то на вас вешают текст, что у него комплекс Наполеона. Если посмотреть на исследования, то они отрицают всю эту идею с комплексом Наполеона. Его не существует. Но что они подтверждают, так это то, что людей судят по их росту и причем несправедливо. В 1971-м социолог Соул Фильдман придумал термин «хейтизм», означает «дискриминация по росту». Его работа называлась «Демонстрация низкорослости в повседневной жизни». Рост и хейтизм в американском сообществе. Оно направлено в область юриспруденции, где мы и вправду часто встречаем хейтизм. В 1999-м мы видели, как компания «Коллер» проходила по делу за то, что у них стояли ограничения по росту, которые были ничем не оправданы. А в 2005-м «Воливо» были обязаны убрать требования к росту, которые снова не были ничем оправданы, а лишь являлись дискриминацией низких людей. И касательно закона в США есть всего один штат, который защищает людей от хейтизма. Далее низкие мужчины игнорируются, то есть их не продвигают по карьерной лестнице. Провели исследование 500 топ-руководителей. Всего 3% были ниже 170 сантиметров, а это на минуточку 30% населения, а 90% руководителей были выше среднего роста. Еще одно исследование в журнале прикладной психологии, которое я нашел, говорит о том, что рост соотносится с успехом. Выходит, что рост напрямую влияет на доход и идет рядом с другими данными, такими как возраст и вес. Экономисты называют это высокий премиум. Это означает, что за каждый сантиметр роста выше среднего. Человек получает 1% к средней зарплате. Ученые посмотрели на всю эту информацию. Конечно, там много дополнительных факторов, но существует и много исключений. Например, самый богатый человек в мире, Джефф Безос. Он ниже среднего, 170 сантиметров. Даже есть книга 2018 года. Как низкие мужчины стоят выше. В ней говорится о многих низкорослых мужчинах, которые оказались очень успешными. Это ведет нас к следующему пункту, если вы низкий, то вы ничего не можете с этим поделать. Конечно, есть всякие секреты стиля, которыми можно воспользоваться. Наденьте шляпу, и вы будете казаться выше. Ходите в ботинках, они прибавят вам пару сантиметров. Так глаза будут ходить вверх и вниз, и будет создаваться ощущение, что вы худенький и высокий. Но что есть, то есть. Многие из нас не смогут вырасти еще выше. Господа, давайте работать с тем, что мы можем контролировать. Джона Глана как-то спросили, что вы делаете и о чем вы думаете, когда привязаны к ракете, которая может взорваться? И он ответил вот что. Ну знаете, я ничего не могу поделать. Все, что мне остается, это только дышать и постараться расслабиться. Когда спрашивают ребят из спецподразделения, которых отправляют на смертельные задания, где все идет не по плану, что ж, особо что-то изменить невозможно. Поэтому лучшее, что можно сделать, это расслабиться, дышать и стараться сохранять концентрацию на том, что можно контролировать. Так что если вы 160 или 170, и вы ничего не можете сделать с этим, то просто измените свое отношение к вашему росту. Вы можете стать выше, потому что вы знаете, кто вы есть, что вы делаете, что вами движет и понимаете свою цель в этой жизни. Вы можете осознанно подойти к тому, что общество вас судит по вашему росту, но вам на это наплевать. Вы уверены в своих действиях и то, что имеете право получать то, чего заслуживаете. И вы можете вести себя так, будто вы 180, 190. Проблема в том, что если вы разрешите этому комплексу попасть к вам в голову, то тогда эта проблема становится намного больше, чем она есть на самом деле. Взгляните на хайтизм, сожмите кулак и бум, выбейте ему зубы. Что посмотреть далее, как насчет 10 устаревших правил этикета, о которых каждый мужчина должен знать. Ссылку на видео я оставлю в описании. Субтитры сделал DimaTorzok